Первая колонна с гуманитарной помощью вошла в сирийский Дейр-Изор, блокаду которого удалось прорвать накануне при поддержке нашей авиации и флота. Как сообщили Минобороны, сегодня туда направляются дополнительные партии продовольствия, медикаментов и питьевой воды. Боевики запрещенного исламского государства уничтожили там практически всю инфраструктуру. Взорваны электроподстанции, разрушены больницы, школы и водопровод. По данным наших военных, этой ночью коридор безопасности вдоль линии прорыва удалось расширить вдвое, то есть до 6 километров. Этого сирийский народ ждал более трех лет. Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-Изор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Необходимо отметить, что в данном районе действовали банды террористов, выходцев из стран СНГ, в том числе и из России. Развивается наступление проправительственных сил на Дейр-Изор с юга вдоль реки Ефрат. Таким образом, взятые клещи главной силой боевиков ИГИЛ, стянутые сюда из Масула, Раки и других районов, завершаясь операцией по ликвидации последнего крупного плота террористов на территории Сирии. Стоит отметить, что в решающее наступление в районе Дейр-Изора сирийские войска перешли после массированного удара крылатыми ракетами, который нанес фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. По данным, которые нам предоставили в Министерстве обороны, расклад сил в Сирии на сегодняшний день выглядит так. Красным цветом обозначена территория, которую успешно контролируют правительственные войска, синим — зона влияния боевиков ИГИЛ. Продолжение следует...